Всем привет! С вами я, Алиса, с канала Белевикс. И в этот жаркий и солнечный день мы с вами рассмотрим эксклюзивную коллекционную новинку Monster High, делюксовую скелиту Calaveras. Сегодня 1 сентября, это уже осень. И так как недавно закончилось лето, буквально день назад, то, конечно же, хочется чего-нибудь яркого, крутого и запоминающегося. К счастью, Маттелл порадовал нас классной куколкой. Коллекционную скелиту Calaveras я заказывала в Великобритании и получила я ее в 11-й посылке вместе с милой Мишель Мэрмейд. Для просмотра кликните сюда. Делюксовая скелита Calaveras на территории Америки является эксклюзивом интернет-магазина Amazon. И первоначально дата релиза была анонсирована на 15 августа. Но по непонятным для нас причинам дату официального выпуска перенесли на месяц, то есть на 15 сентября. Однако в Англии ее релиз все-таки состоялся, причем в июле. Либо это дань уважения к Европе, либо скорее всего так задумано для того, чтобы создать ажиотаж среди выпуска скелиты. И этот выпуск очень напоминает мне Кэти Нуар «Пятница 13». Она не дождалась своего официального выпуска в пятницу 13 сентября 2013 года и появилась в продаже в Италии аж в середине июля. Кстати, об этом вы можете посмотреть в моем видео. «Скелита» — это второй выпуск в «Монстр Хай» делюксового издания. Первой коллекционной куклой была Дракулаура с настоящими ресничками и стеклянными глазами. Несмотря на то, что у скелита глаза не обрамлены длинными ресницами, она ничем не хуже коллекционной Дракулауры. И, конечно же, тоже заслуживает внимания. Впервые скелита была представлена на выставке Toy Fair 2016 в США, однако тогда ее образ был немного недозавершен. Например, не было гигантского ободка, также лицо куклы было намного темнее, а обувь была окрашена в фиолетовый цвет. Несмотря на эти изменения, законченный образ скелита Калаверос просто великолепен. Коробка довольно обычной формы, прямоугольная и без каких-либо выступов. Оформлена в стиле «Диа де Лос Муэртес» или же «День всех мертвых». Это событие празднуется в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре 1 и 2 ноября. Существует даже такой мультфильм, в котором рассказывается об этом интересном празднике. Мультфильм так и называется «День мертвых». Если сравнить с Мишель, заметно, что коробка со скелитой намного больше по ширине. Кукла в коробке прячется за блистером, который находится под слоем картона. В основном преобладают очень яркие тона – желтый, синий и фиолетовый. При взгляде на коробку сразу бросается в глаза не только кукла, но и желтая арка с цветками-ноготками, через которую мертвые, в нашем случае скелиты, возвращаются в наш мир на время праздника. На арке симметрично расположились черепки, свечи и бабочки. Спереди на пластиковом блистере расположены золотистые буквы – скелиты Калаверас, дочь Лос Эскелетов. Чуть выше – золотистый герб Школы Монстров. Ниже на картоне написано, что кукла предназначена для взрослых коллекционеров. По бокам коробки – маленькая иллюстрация города и скелетики, танцующие на улочках. Задняя часть коробки – это портретный арт в скелите в фиолетовой рамочке и маленький рассказ на разных языках. Примечательно, что у американской версии совсем другой текст. На задней части также присутствуют гирлянды, горящие свечи, ноготки и бабочки, как и на лицевой стороне, а также танцующие силуэты, расписанные яркой зеленой краской. Вся эта прелесть изображена на фоне ночного города с праздничным салютом. Задник коробки – это ночной город и праздничная белая гирлянда с разными рисунками. Дневничок прячется в заднике, а подставка прикреплена рядом с куклой. Кукла сделана в Индонезии. Подставка скелиты просто невероятная. Нельзя пройти мимо нее и не сказать ни слова о ней. Подставка куклы уникальна. На ней изображены цветы разных размеров, с подтеками и без них, черепками и символами. Увы, подставка никак не раскрашена. И цветы просто черного оттенка. Обратите внимание, что держатель у этой подставки крутится. Скелита Калаверос выполнена в традиционном мексиканском стиле. Тело куклы выполнено в белокремовой расцветке с молдированным телом и конечностями. Все туловище выполнено в виде скелета с вырезами косточек и прорисовкой каждого стыка. Лицо скелита Калаверос покрыто бледно-серой маской с узором белых снежинок. Эта фишка создает ей зимний образ. Снежинки расположились под глазами и на лбу. По носу идут аккуратные точки. По сравнению с настоящими Лос Муэртес, мейкап куклы довольно сдержанный. Выразительные глаза подведены светоголубыми тенями. Брови скелеты густые, изогнутые и серого оттенка. Носик выделен белым, а не черным. Некоторым поклонникам Монстр Хай показалось, что куклу зря лишили отличительные черты скелиты, ее черного носика и прежних черных деталей макияжа. И они не поленились и нарисовали черный носик с помощью фотошопа. А также добавили две фирменные черные точки вокруг глаз и узоры на лице. А также нарисовали новые малиновые тени вокруг глаз. В общем, усовершенствовали скелиты Калаверас. Личико у скелиты доброе, спокойное и очень улыбчивое, как раз для праздничного настроения. Печать глаз немного изменилась, но цвет остался верен себе. Глаза карие. Ресничек стало намного больше. Губы подведены малиновым и выделены серой полосочкой в стиле рта скелета. Наш персонаж скелет, поэтому ушей у куколки нет. И ни о каких сережках речи быть не может. Волосы заплетены в два хвостика, без челки и выполнены из черно-бирюзовых прядок. На каждом хвостике большая заколка с желто-розовыми цветами и черепками Монстр Хай. Обратите внимание на яркое украшение головы скелиты, отдаленно напоминающее чем-то кокошник, но вместе с тем украшенное цветами и черепами. Это огромный ободок с гигантским розовым черепком-цветком, мелкими желто-розовыми цветочками и зеленый листвой. Никаких украшений или других аксессуаров у делюксовой скелиты Калаверес нет. Модель имеет тщательно продуманный дизайн. На кукле одета темное сложное платье, состоящее из двух композиций. Пышные юбки в цветок и облегающего топа с голубой оборкой. Платье доходит кукле до колен. Принт платья напоминает русские народные мотивы, однако подобные узоры распространены в Мексике. Верх без рукавов и воротника украшен голубой каймой. Топ платья черный. Нарядное платье с массивным принтом, спустившимся ярким бутоном. Оно завершается белым кружевным подлюбником. Второй внутренний слой юбки украшен сеточной тканью с каемкой, на которой изображены мексиканские узоры. Туфельки делюксовые скелиты сделаны на высокой танкетке из малинового пластика с застежками в форме косичек и необычным узором спереди, в виде сердца с черепками, точками и завитушками. Также в середине можно разглядеть буквы МХ, то есть Монстр Хай. Рост куклы стандартный, а двойного шарнира у коллекционной делюкс-скелиты нет. К кукле прилагается дневник в темных тонах. Спереди мы видим скелита Калаверос, также герб Школы Монстров, разные завитушки, а с обратной стороны овальная рамка, в которой прячется скелита. И ее загадочный взгляд отведен мило в сторону. А внутри у нас идет краткое описание этой серии на разных языках. Я очень люблю скелиту Калаверос за ее супер необычное тело и всегда яркие тона в одежде. И несмотря на то, что наша героиня буквально ходячий скелет, вместе с тем она имеет невероятно привлекательный внешний вид. А что думаете вы насчет делюксовой скелиты Калаверос? Пишите в комментарии, понравился ли вам мой обзор и эта милая куколка. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Все фотографии куклы будут в моем инстаграм профиле belivix.com А раздача сигн состоится в моей группе ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Переходите и следите за новостями. Ну а я ненадолго прощаюсь с вами. Be cool and crazy! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok